с давних времен человечество ждет встречи с инопланетными цивилизациями а желание убедиться в том что мы не одни во вселенной иногда заставляет некоторых людей видеть следы деятельности пришельцев самых обыденных вещах некоторые случаи ставят в тупик ученых и скептиков своей неординарностью однако к счастью даже им в итоге находится логичное объяснение привет друзья в этом выпуске подборка случаев якобы инопланетного характера и научные их объяснения ставьте лайк и подписывайтесь на канал поехали споры о пришельцах не обходятся без упоминания загадочных фигур и кругов на полях появившиеся неоткуда гигантские рисунки идеальной формы казалось бы можно считать неопровержимым доказательством визитов инопланетян на нашу планету однако на самом деле все проще пик общественного интереса к так называемым агроглифом пришелся на 70-е годы прошлого столетия когда они стали появляться на юге англии в огромных количествах со временем загадочные круги начали замечать также в канаде и австралии из-за чего мистический эффект усиливался слухи множились вплоть до 1991 года когда мир наконец-то узнал авторов якобы инопланетных рисунков британцы дуглас бауэр и дэвид чорли признались что они не преследовали цели вести людей в заблуждение а всего лишь хотели разыграть местных фермеров поскольку друзья не следили за новостями тайна кругов на полях могла так и остаться неразгаданной время во всем признаться наступила когда жена бауэра заметила что их семейная машина расходует слишком много топлива и заподозрила мужа в измене а появление агроглифов в других странах скептики объясняют как дело рук подражателей бауэра и чорли случай необъяснимой гибели и увечий крупного рогатого скота не дают покоя конспирологам вот уже несколько десятилетий самыми популярными версиями происходящего до сих пор остаются эксперименты тайных обществ и спецслужб деятельность сектантов и конечно опыты пришельцев приверженцы последней теории уверены что все дело в схожести организмов животных и людей якобы препарируя коров инопланетяне лучше узнают устройство человека еще более спорное объяснение гласит что представители внеземных цивилизаций изучают некие вирусы или собирают генетический материал для неизвестных целей истинная причина масштабных увечий скота никак не связано с теориями заговора внимательно изучив феномен ученые пришли к выводу что практически все животные умирали естественной смертью а после становились жертвами хищников и падальщиков которые уродовали туши впрочем к радости уфологов некоторые инциденты не вписываются в официальную теорию и требуют дальнейшего исследования в австралийской обсерватории в 1998 году впервые был зафиксирован сигнал который ученые приняли за попытку инопланетного контакта необычный импульс стал объектом пристального наблюдения и получил название перитон в честь мифического летающего оленя отбрасывающего на землю тень в форме человека за время изучения которое длилось 17 лет было написано множество научных статей и проведено несколько конференций посвященных загадочной природе перитона новый передатчик появившийся у исследователей в 2015 году показал что сигнал поступал не от загадочного инопланетного объекта а от какого-то предмета в стенах здания работающего на частоте свойственной многим электронным устройством но пройти в обсерваторию создающим помехи приспособлением было невозможно и единственным прибором способным излучать подобные волны к общему удивлению стала стоящей в соседней комнате микроволновка оказалось что перитон появляется только в тот момент когда кто-то открывает дверцу устройства до окончания разогрева открытие сигнала вау заставило поверить в существование инопланетян многих убежденных скептиков в течение почти 40 лет астрономы не могли объяснить происхождение радиосигнала полученного доктором джерри эймоном у исследователей не было ни одного разумного предположения относительно природы излучения стоит отметить что доктор эймон работал над проектом по поиску внеземного разума и искал то что в итоге увидел предполагалось что сообщение от пришельцев придет на частоте водорода так и случилось длина радиоволны составляла 21 сантиметр длительность сигнала должна была равняться 72 секундам и это предположение также подтвердилась к тому же импульсы поступали с участка неба в созвездии стрельца где до этого не было обнаружено никаких объектов проанализировав информацию и решив что цель достигнуто ученый выразил радость лаконичным вау на полях распечатки с данными тем временем исследователи ломали голову пытаясь определить что могло стать источником гула громкость которого в 30 раз превышает шум дальнего космоса разгадка нашлась в 2016 году когда ученые антонио пэрис и иван дэвис предложили что сигналы на землю образно говоря посылали кометы кристенсена и гипса под воздействием ультрафиолета они нагреваются распространяя вокруг водородные облака и по подсчетам ученых в период наблюдения сигнала они как раз должны были находиться в созвездии стрельца прийти к этому выводу раньше нельзя было потому что кометы были открыты сравнительно недавно окончательно теорию астрономов подтвердили испытания 2017 года кометы кристенсена и гипса вновь пролетали созвездия стрельца и наведенный на них радиотелескоп уловил точно такие же сигналы как те что потрясли доктора эймона даже самая безумная теория звучит правдоподобно если ее выдвигают ученые когда британский астрофизика аспирантка джоселин бэл предположила что странные сигналы которые улавливает ее радиотелескоп могут быть телефонными звонками от внеземной цивилизации общественность всерьез задумалась в научных кругах предположительно инопланетный источник необъяснимого звука получил название lgm 1 сокращение от little green man то есть маленькие зеленые человечки гипотеза о контакте с пришельцами рассматривалась исследователями до тех пор пока был не обнаружила аналогичный сигнал исходящий из трех других участков неба тогда ученые пришли к выводу что речь идет не о послании от разумной формы жизни а об излучении от ранее неизвестных космических объектов вскоре гипотеза подтвердилась были опубликованы две статьи посвященные пульсаром нейтронным звездам за счет вращения которых создается импульс принятый за инопланетный звонок в качестве главного автора материала значился научный руководитель был энтони хьюиш в 1974 году получивший за это открытие нобелевскую премию в области физики друзья верите ли вы в инопланетян и в то что они прилетали на землю напишите об этом в комментариях мне будет очень интересно давайте делиться знаниями чтобы глупости и невежеству не осталось места в нашем мире подписывайтесь на люди и космос ставьте лайк всем успехов и до скорого а